Моё почтение, друзья! Меня зовут Влад Шрейдер, и сегодня мы с вами вернёмся в лес полной странности из игры Firewatch. Что будет происходить дальше, известно только самим создателям, так что давайте продолжать. Итак, над чём же мы остановились в прошлый раз? По-моему, кто-то захватил Делайлу. Пробыв несколько дней на вышке, она позвонила нам, как ни в чём не бывало, сказала идти к ускалистному тополю, который изображён на этом плакате. Что бы это ни значило, конечно. Возможно, она в опасности, а может быть, она нас просто хочет подставить. Пожар так и не утихомирился, и я не знаю, где находится тополь. Теперь я думаю, что это не были те самые две девушки, которые пропали, которые разгромили мою вышку. Это были, скорее всего, те самые бандиты, кто бы они ни были. Хотя, с другой стороны, тогда ещё девушки не пропали. Так, что нужно сделать? Идти к тополиному ручью. Тополиный ручей. Так, похоже, он будет подняться обратно наверх. Потому что я не знаю, как слово тополь произносится по-английски. Котонвуд. Тополь. А где он находится? Опять придётся плутать очень-очень долго. Ещё столько вопросов у меня. И надеюсь, на эти вопросы у меня игра даст ответы. Какие бы они ни были. Плохие, хорошие. Не, не важно. Так, полагаю, это ручей. Пойдём вдоль него. Пять миль крик, крик. А, вот он, где находится. Котонвуд крик. Мне нужно было в самый низ идти. Всё, теперь я знаю, куда мне идти. Вот мой туалет деревенский. Вот моя вышечка. Июньский пожар. И мне нужно на Котонвуд крик. Хорошо, я в пути. Так, а пожарные, пожарные же ушли. Я взял топор. Топор у меня, отлично. Есть хоть какое-то оружие. И что бы там ни случилось, я смогу сопротивляться. Я надеюсь, что я смогу сопротивляться и мой персонаж. Опять эти звуки. Опять эти звуки. Кто-то за мной следит. Теперь я точно это знаю. Что вам надо? Собирайте Делайлу. Она уже у вас есть. Я даже её в глаза не видел. Они как эльфы передвигаются, но только не совсем бесшумно, конечно. Они просто бегут параллельно со мной и так вот смотрят на меня. Смотрят. Вот это тополь, я так понимаю. Я здесь. Хорошо, что-то здесь должно быть. Делайла, ты где? Или кто-нибудь другой? Смогу ли я заметить силуэт? Было бы здорово, если бы я видел хоть кого-то. Какую-то тень, которая преследует меня. Сначала я проверю, что в ящике есть предпас. С припасами. Не работает? Так, я пришёл к тополиному ручью. Да он же вот, прям рядом со мной! Трусы. Так, я здесь, в тополиного ручья. Видишь там ящик с припасами? Он должен быть где-то рядом. Я вижу. Да, найди его и открой. Я сменила код. 5, 6, 7, 8. Ты шутишь? Я торопилась. Тут новая рация. Книга «Три слепые крысы». И карта. Сначала мы её перерисуем. Возьмём рацию. Попрощаемся с этой никчёмной жёлтой, проходящей сквозь пиксели. Рации забрал. Хорошо. Я потратила весь день, чтобы достать эту рацию. Я добралась до ящика, соврала рейнджеру, соврала ещё одному рейнджеру. И надеюсь, ты сейчас держишь новую чистую рацию. Надеюсь. Охренеть, Генри. Нам нужно попасть в тот центр. Мы должны выяснить, зачем они это делают. Понимаешь? Ты с ними заодно. Расскажи мне всё сейчас же. Ты знаешь, что тут происходит. И расскажешь мне сейчас же. С чего ты решил, что я знаю? Я посреди ночи выбралась и придумала, как достать тебе новую, незасвеченную рацию, чтобы... Чтобы что, поиздеваться над тобой? Самое главное сейчас, Генри, чтобы мы были на одной стороне. Может быть... Может быть, ты не настоящая, и я схожу с ума. Что? Как с Джулией? Может, тоже происходит со мной, и я просто выдумываю, что у меня есть босс, и что за мной наблюдают. Может быть, там что-то с водой, или наш дом был под какими-то проводами, и ты, Делайла, ненастоящая. Генри? Подумай о ней. Если бы с тобой происходило то же, что и происходило с ней, ты бы этого даже не осознавал. Хорошо. Генри, милый, я настоящий, и все это тоже. Я так же реально, как голубое небо над нами. Успокойся и позвони мне, я на твоей стороне. Я говорил о том, что она, возможно, связана с ними. Или то, что у меня в голове это все происходит, прямо как с моей Джулией, как с моей женой. То, что у меня Эльцгеймер, как у нее. Почему бы и нет? Ей 43 года, мне примерно столько же. И я смог... Разработчики вставили этот диалог в игру, чтобы я смог поговорить с Делайлой об этом. Но, конечно же, мы не узнаем, настоящее все это или нет до самого конца, я полагаю. Но я не побоялся и сказал ей это в лицо, что я думаю. Она отреагировала вполне адекватно. Хорошо, давайте. Окей, я в порядке. Я двигаюсь в сторону центра. Хорошо. Не вешай нос. Я возьму ее с собой, пошел. Вдруг Делайла будет по ней говорить с теми... Кто шастает здесь? Так, а мне нужно куда? А, мне нужно в Аппите Стейшн. Эй, я только что вспомнила о чем-то нехорошее. О тех двух девушках. В чем дело? Я отправил отчет, в котором говорится, что мы не видели и не говорили с девушками. Теми, что пропали пару недель назад. Извини, я не понимаю тебя. Генри, наши рации прослушивались на протяжении всей нашей беседы об этом. Может, даже в первый день, когда ты на них наткнулся. И сейчас у кого-то, вероятно, есть полная запись наших разговоров. И я отправил отчет, в котором грубая ложь. Эти девушки все еще не объявились. Йеп. Мы должны докопаться до правды. Я что-то слышал. Да, это было правда. Но это может быть или лось, или кто-то, кто хочет, чтобы ты сообщил о странном шуме, и таким образом узнать твое местоположение. Неужели все то, о чем я говорил, это правда? О тех девушках, что пропали, о том, что нас прослушивают. Или это, возможно, сами девушки, или те, кто решил за них отомстить. Не знаю. Но, по крайней мере, все складывается так, как я думал. Или же опять это все в голове. Вот несколько теорий. Это все в голове, Делайла с ними заодно. Это вторая теория. В отличие от первой, которая все в голове. Вот это тут очень странно, то, что камни так лежат. Вам не кажется? Я уже видел такие парочку, которые лежали у забора. Которые я использовал, чтобы разбить замок. Я сношу калитку. Здесь никого нет, и это самый быстрый путь внутрь. Принято. Перелезть, конечно, не получится. Топор, естественно. Опа! Открыто. Вау! Воу-воу-воу-воу! Ау! Персонал станции в Апите. Если вы ищете доктора Симонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее к правительству, отвечает Кэт. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Так, я на территории центра, тут никого нет. К счастью для нас. Да, к счастью для нас. Ди, здесь серьезное радиооборудование, беспроводные штуки. Что ты имеешь в виду? Я говорю об огромной шестиметровой радиовышке. Вероятно, они могут прослушивать все, что захотят. Вау. Не так круто и масштабно, как я рассчитывал, конечно, увидеть, но тоже неплохо. Здесь куча всякой техники и подобного дерьма. Ну, например, тарелки и штуки на металлических ножнах. Тут повсюду раскиданы провода. Не знаю, я не очень технологий. Палатка, здесь есть еда. Одно спальное место используемое, значит, кто-то один здесь есть. Второй уже ушел, скорее всего. Плита, чтобы готовить, какие-то записи. Я в их главной палатке. Что там? Определенная своего рода станция миниатюрка. Я сообщу обо всем сначала. Я нашел их главный стол для мониторинга. Боже мой, что ты видишь? Честно, сейчас я готова поверить во все, что угодно. Здесь коробка с ручками, у нее иголка, вроде то, что замеряет землетрясение. То есть, как у детектора лжи. Я не буду ждать, пока меня к ней подключат. Здесь спят трое. У них здесь ряд коек. Как они работают и спят в той же палатке? Да, все в одной. Как у нас? Как у нас? Что это? Инструкция от волнового приемника. Кажется, я нашел штуку, с помощью которой они следили за нами. Охренеть. Ты знаешь, что ты ругаешься, Мока? Не сейчас, Хэнк. В общем, это волновой приемник. Похоже, он ловит все, что испускает сигнал. У него есть базовые возможности ориентирования. Да, черт возьми. Как оно работает? Выглядит забавно. Похоже, будем искать по рации. Так, эта штука совсем поехала. Пищит как бешеная. Я ее слышу. На что она реагирует? Не знаю. Скоро выясню. А может быть, это просто биологи, которые изучают окружающий мир? Я не понимаю, что он хочет. Еще они что-то делают с землей. Она здесь вся расчерчена. Кто знает, что еще у них новыми. На что ты реагируешь? О! Вот на что. Субъект Генри? Это я. Субъект Делайла? У них отчеты на всех. Да вы издеваетесь? Что это такое? Здесь целая папка отчетов. Что они говорят? Это оценки. Они оценивают нас двоих. Здесь есть даже про Джулию. Например. Вещи, которые я тебе не говорил, это... Что там творится про меня? И похоже, что они не ходили за мной. Что я делаю, пока следую местность? Господи, Генри, ты меня слышишь? Тут сказано, что ты твой парень еще вместе. Что? Это не так. Они играют с нами. Окей. Это так. Откуда им знать? Кто он такой? Какого черта это вообще? Меня достало, что эти люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Это безумие. Не будем. Нет. Мы их поймем. А если пожар поднимется в гору, и кто-то в нем погибнет? Мы сообщим об этом. Сообщим об этом? Да, возможно. Пух мой, Делайла, нет. Ни за что. Может быть, не лучшая идея? Это определенно не лучшая идея. А, так что я взвинчил. Я офигеть как взвинчил. Все хорошо, я иду домой. Я просто вернусь назад. Я просто вернусь назад. У нас есть приемник. И мы подумаем, что делать дальше. А пока я почитаю все, что здесь есть. Так. Генри М. Вдомчивый следователь. Придерживается запланированно. Слонен гнев. Посилен. Испытовое чувство вины. Прямолинейный сдержан. Кратко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научно доказать. Все оказывает на полное сотрудничество. Объект может подозревать о тестировании. Предполагаем завершить наблюдение, если объект решит покинуть свой пост. Подверженность манипуляции 9. Что ж. Похоже. Я сразу посмотрю, какая подверженность. 3. Понятно. Делала 43 года. Я почему-то думал, что меньше. Ежегодно. В программе ежегодно. Черты характера. Надежно. Возможно алкоголизм. Наблюдательно. Харизматично. Эгоистично. Искаженное восприятие личной истории. Относящиеся к делу наблюдения. Никогда не была замужем. Детей нет. Редко выходит на улицу или покидает свое местоположение. Многочисленные любовники. Несмотря на наличие долгосрочного партнера. Хавьера. Подверженность манипуляции 3. Возможно, я пожалею, но нужно было сжечь это место. Но не будем. Нельзя обретить. Всему ж вокруг нас. Потому что вдруг все-таки это в нашей голове все происходит. Кто знает. Кто знает. И вопрос. Если они все время за мной следили. Не следят они. Не следят. Опа. Ой-ой-ой. Вот я испалился немножечко. Хотя я все равно взял все свои. Генри. Кажется, я вижу дым к северу от озера Джонси. Это подозрительно. Близко к этому месту, где ты находишься. Ты его видишь? Да, вижу. Господи, окей, я вижу его. Что случилось с твоим? Это не самая лучшая идея. Это был не я. Что нам делать? Сообщить? Мы просто сообщим о нем, как о любом другом пожаре. Что значит того, кто его начал? Что с ним? С тем, кто это начал? Да. Мы говорим о людям, которые за нами следили, а теперь сжигают целый лес. И все, что в нем есть, я не знаю, что с этим делать. Кроме как свалить отсюда. Да. Вывези нас отсюда. Попробую. Все тот же день. День 77. Полагаю, что уже ночь. И мы добрались. Добрались до своей вышки. Кто прослушивал нас? Приемник что-то поймал. Вроде сигнала. Он делает бип-бип? Да, кто это может быть? Я не знаю. Ты должен выяснить. Хорошо, я уже в пути. Знаешь, что я только что поймала? Нет. Бутылку текилы Мэйор Бэна из ручья. Ты пьяна? Нет, я в процессе распития. Отличный план. Я подумал, я могу не спать всю ночь и беспокоиться о том, что потеряю работу из-за пожара в центре. Или я могу не беспокоиться и позволить вещам идти своим чередом. Мне же никакого доказательства, что мы там были. Мой взгляд сейчас направлен туда, куда указывает этот приемник. О, люблю, когда ты думаешь. Не время заигрывать. Раз, я выключен. Может быть, зря ты ее выключил все-таки? Я рядом. Я где-то близко. Че это новый рюкзак? О! А, к чертям тебя. Меня зафотографировали, похоже. Так, от сундука 452. Где я нашел какую-то сумку с припасами, легкое снаряжение, одежда, базовый набор. Но на ней была сигнализация. Думаю, из-за нее приемник так бесился. Ты в порядке? Это была не ловушка? Я в порядке, но здесь связка ключей. Не знаю, почему они здесь спрятаны, но на них написано Национальный лес Шашони, пещера 452. Это та, что ущелье? Да, это. И кто мог их взять? И что, блин, в той пещере? Окей, давай подумаем. Говорит женщина с пол-литром текила в животе. Может, они запланировали, запаниковали и готовились бежать, в пожарах напугал, а с новыми ральцами у них... У нас было преимущество. Тяжело говорить о преимуществе, когда стоишь в темноте посреди леса. Ну, ты вернулся к себе на вышку. Может, тебе стоит тоже выпить? Я у него не в своей вышке. Я смотрю на человека в твоей вышке. Это не ты. И это не ты. Это не я. Генри, пора достать топор. Самое время. И сказать, что мы здесь. Вот таким способом. Чем громче, тем лучше. Да. Как же мне не по себе. Я не хочу подниматься наверх. Я никого тут не вижу. Он только что был там. Плеер. Отлично. Больше загадок. Мне достало, что эти люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Делайла. Что? Подумай об этом. Я думаю. Я думаю. Но я сказал нет. Я... Но... Это кассета с записью нашего разговора в центре. Судя по звуку, их записывали рядом. О, Господи. И звучит так, будто мы его спалили. А это была твоя идея. Нет. Мы в жопе. Не паникуй. Окей? Все нормально. Боже мой. Что за херня творится? Генри! 78-й день. Я сказал нет. Так с нами поступают. Мы должны поддержать это место. Все будет в порядке. Мы не сделали ничего плохого. Сегодня рано утром кто-то вызвал вышку в другом секторе представителя Генри из двух троп и сказал, что мне известна причина пожара на Логово Питти. Так что я только что закончил разговор с тем дозорным, который теперь гадает, известно ли мне что-то. Или не поджигать ли я. Более того, я уверен, что у нас не единственная запись со вчерашней ночи. Так что у кого-то есть доказательства, чтобы подкрепить эту теорию. Нам надо выяснить, что они прячут в той пещере. Я сейчас туда пойду. У нас осталось не так много времени. Если мы не пойдем, не найдем ответов на чертовые вопросы, нас будут эвакуировать в наручниках. Ну и ладно. Что меня ждало в любом случае? Генри, тебя ждет то, что ты выберешь. Послушай, а ты серьезно? Я серьезно. Слушай, мы просто скажем правду, а там как фишка ляжет. Да, наверное, ты прав. Знаю. В пещере будет страшно, поэтому я возьму сразу туалетную бумагу, чтобы не было проблем. И сразу возьму с собой это. Ну что, друзья, пожалуй, сегодня хватит. Вот мы увидели достаточно, чтобы понять, что здесь творится что-то неладное. И, возможно, это все-таки не в нашей голове. Или в нашей. Или это Дилайла. Или, я не знаю, 3000 теорий. Нужно будет хорошенько подумать перед тем, как играть дальше. Ну а на этом сегодня хватит. И спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. И в следующий раз, возможно, мы узнаем, что таит в себе та самая пещера, в которую мы пойдем. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok